приветствую всех зрителей сегодня у нас флот war thunder и поговорим про топовый американский линейный крейсер аляска вы знаете что я не очень жалую класс линкоров потому что в нашей игре после определенных изменений на этих кораблях стало очень сложно играть ввиду того что разработчики что-то намутили с дамаг модели и теперь практически любые линкоры можно убить фугасами причем даже не крупнокалиберными а вполне можно закидать даже с эсминцев или с того же крейсера атланта и за пару минут поливания фугасами такой корабль отправляется на дно поэтому я все-таки очень редко играю на линкорах но тем не менее именно аляска это один из тех немногих кораблей которые действительно может вам доставить удовольствие конечно же главная особенность этого корабля то что он достаточно неплохо живет именно под фугасным дождем то есть даже если до вас накопается какой-нибудь крейсер на фугасах то ваш корабль сможет дать ему отпор и даже в дуэли один на один скорее всего вы выйдете победителем а это достаточно таких хороший показатель ввиду того что некоторые линкоры скорее всего даже не успеют в вашу сторону навести орудия и так крейсер аляска он находится на пятом ранге боевой рейтинг 7 0 и это на текущий момент самый высокий боевой рейтинг в американской ветке развития по живучести помимо того что мы можем жить под фугасным дождем экипаж у нас в районе двух тысяч человек и видимо как раз то вот эта живучесть в том числе благодаря нашей брони с одной стороны у нас типичная броня для линейного крейсера то есть она не особо толстая борт у нас в максимум 228 миллиметров но есть второй слой в 19 миллиметров плюс баки которые видимо позитивно сказываются на нашей живучести также у нас присутствует несколько уровней палубы и самая толстая из них достигает толщины аж целых 108 миллиметров то есть это говорит о том что и авиационные бомбы крупных калибров наш корабль тоже может вполне себе нормально переживать если бомба прилетела куда-то в этот район тем более что палуба у нас не одна траверзы у нас забронированы в 260 миллиметров лоб башен главного калибра 325 миллиметров и минимальная толщина на башнях века 127 миллиметров что касается птз то в карточке в она отсутствует поэтому будем считать что птз на данном корабле нет и поэтому стоит внимательно относиться к торпедами и почем зря их не ловить по своему опыту могу сказать что аляска танкует конечно и переживает торпеды но опять же все зависит от того куда она попадет если прилетит под башни какая-нибудь крупненькая торпедка от японских эсмитцев то может быть и сразу отправка в порт также конечно корабль обладает одной фишкой за которой я его люблю по сравнению с другими американскими линкорами это его скорость 71 километр в час в аркаде 61 в реалистичных боях после остальных утюгов которые сейчас есть по 30 35 километров в час аляска летает просто как ракета и по сути говоря у нас скорость как и у обычных легких и тяжелых крейсеров в нашей игре следующее что есть тут хорошего это наш главный калибр три трехорудийные башни калибром 305 миллиметров и опять же у нас есть наконец-то нормальная перезарядка от 26 до 20 секунд зависимости от навыков экипажа это в два раза быстрее чем у остальных линкоров слоупочных у которых и скорость в два раза меньше и перезарядка в два раза больше вот такая вот магическая аляска поэтому главный калибр особенно если вы до этого играли на остальных американских крейсерах вам конечно же понравится именно благодаря своей скорострельности по снарядам здесь все типично для американцев фугас на 35 килограмм и 68 миллиметров бронепробития и бронебойный снаряд на 7,7 килограмм и до 600 миллиметров бронепробития никаких полубронебойных снарядов которые мы так любим советской ветки у американцев нет помимо главного калибра конечно же присутствует и вспомогательный калибр это шесть двух рудийных универсальных установок калибром 127 миллиметров причем четыре из них могут стрелять на один борт поэтому если вы включите совместное управление гк и пмк то сможете неплохо раздавать как с главного калибра так и поливать вашего противника со вспомогательного калибра боекомплект здесь стандартные осколочно-фугасные снаряды полубронебойные снаряды и снаряды с радиовзрывателем можете выбрать один тип можете брать несколько и применять и в зависимости от тех целей по которым вы стреляете зенитный калибр здесь тоже огромное количество орудий 14 четверенных 40 миллиметровых бафорсов и 34 20 миллиметровых эрликон о чем это говорит да о том что во первых мы очень неплохо даже при помощи нашего зенитного вооружения можем работать по самолетам а во вторых это говорит о том что катерам не поздоровится если они попытаются спикировать на наш корабль сами понимаете такой град огня буквально в считанные секунды практически любой корабль отправит на дно и если на коротких дистанциях на вас вышел какой-нибудь эсминец или сторожевичок то и по более крупным кораблям наши пмк шки тоже могут что-то сделать особенно если стоит цель добрать противника так что по вооружению как и по живучести здесь все тоже очень даже хорошо и в этом отношении корабль действительно является топчиком в американской ветке развития как он воюет и на что следует обратить внимание ну во первых у нас для крупных кораблей есть два варианта карт это какая-нибудь открытая океаническая карта где есть в центре . захвата и это островные карты на океанических картах я всегда использую нашу скорость конечно же на полных парах стараюсь сразу заехать на точку для того чтобы начался ее захват особенно если я туда доберусь первым чтобы уже капали какие-то очи исследования конечно это возможно и не самый правильный путь игры некоторые предпочитают на линкорах играть от второй линии но вы знаете что я люблю именно такой агрессивный геймплей и перестрелки там с каких-то космических расстояний это не мое поэтому на таких картах всегда иду вперед понятное дело не всегда это удачно заканчивается потому что если особенно ты идешь первых рядах то тебя могут и зафокусить но у аляски во первых есть скорость маневренности игра с этими двумя параметрами вы можете особенно на каких-то больших дистанциях пока по вам стреляют маневрировать и уходить из-под фокуса плюс кораблик живет поэтому каких-то супер критичных повреждений прямыми в единицу времени вы не получите противник должен очень долго вас фокусе для того чтобы вас утопить но вы в это время понятное дело тоже не будете стоять на месте и отвечать там тому противнику скорее всего который тоже по вам стреляет хотя опять же на таких океанических картах я порой занимаюсь с теми целями которые зашли уже в круг захвата и скажем так не дают нам захватить эту точку поэтому приоритет цели либо та которая ведет по вам огонь либо скажем так более подставившаяся тут уже надо выбирать зависимости от боевой обстановки но такие карты честно говоря я на линкорах не люблю и они у меня стоят в основном в исключениях или в нежелательных все-таки я больше предпочитаю играть на островных картах потому что островная карта это во-первых есть укрытие то есть со всех сторон по вам скорее всего не будут кидать по крайней мере уже когда вы до него дойдете а во-вторых в любом случае от укрытия проще играть потому что все противники скорее всего будут находиться по одну сторону вас не не смогут так прокидывать торпедами как это происходит на открытой карты это особенно важно сейчас когда торпеды почему-то больше не видно и кинули по вам торпеды идут они вас или нет визуально обнаружить сложно поэтому если есть возможность то конечно выставляете именно в желательных картах островные хотя может быть у вас другие вкусы и вот именно на таких островных картах на аляске у меня и получались наибольшие результаты потому что здесь можно встречать противников уже по одному мы дольше живем потому что нас меньше фокусят и от этого получается более хорошие и веселые результаты конечно я играю в рб поэтому корабль иногда забирают при помощи авиации но тем не менее надо помнить переключаться между управлением нашим вспомогательным калибром вручную и когда летит самолет отдавайте его под управление ботов чтобы они стреляли не по кораблям ну точнее чтобы не вы по кораблям стреляли с помощью вашего пмк чтобы пмк осколочно-фугасными с радио взрывателем наваливали по самолетам и тогда в большинстве своем самолеты скорее всего до вас не долетят ну а даже если долетят то благодаря хорошей живучести и бронет скорее всего прям с одной плюхи вы на дно не отправитесь конечно если это не какой-нибудь ланкастер или п-8 который прямой наводкой на вас кинет несколько тонн тротила тут скорее всего ваш корабль конечно же такого попадания не переживет также не стоит забывать что на аляске у нас есть самолет разведчик и поэтому если вы попадаете на какую-то карту где есть точки для захвата то поднимаете ваш самолет и пока корабль идет по своим делам вы летите на самолете и пробуйте захватить точки бывает так что в команде противников нет никого кто это делает и у вас есть шанс на один а то и несколько захватов что конечно очень хорошо добавляет в первую очередь а честь следования серебра и позитивно влияет на бой потому что кто первый захватил точки особенно если в команде нет катеров тот на таких картах и одержит победу так что как видите если посмотреть на этот корабль то он практически лишен недостатков корабль действительно на текущий момент является топовым среди американской ветки и если вы хотите именно докачаться до американских топов то первый корабль я рекомендую вам выкачать именно аляску а уже потом играю на ней вы с удовольствием я думаю и хорошо нагибая будете прокачивать остальные линкоры которые на текущий момент не доставляют такого удовольствия из-за своей слоу-почности долгой перезарядки как аляска и кораблик даже настолько мне понравился что я на него поставил талисман и теперь наряду с бруклиным это один из моих любимейших кораблей в американской ветки на котором я с удовольствием получаю наслаждение от игры выкачиваю все новинки на ваше мнение по поводу данного корабля играли вы на нем нравится ли он вам или нет пишите в комментариях а я с вами прощаюсь всем хорошей игры и до встречи на канале